Всех приветствую на канале. Сегодня у меня получилось такое просто спонтанное видео. У нас новая обстановка за кадром. Я первым делом хочу вас поблагодарить за большой отзыв под прошлым влогом о моем жакете. Я его можно сказать доделала, осталось только постирать. Я вам потом поставлю видео, как он смотрится на мне еще до ВТО. Просто я его отпарила. Буду с удовольствием делать для вас бесплатный мастер-класс. Огромное спасибо моей подписчице Оленьке, у которой оказывается есть моток этой пряжи, из которой я вязала жакет. И она с удовольствием решила мне его отправить. Мне просто катастрофически не хватало. Я хотела сделать жакет чуть подлиннее. Сейчас вам вставлю сюда фото или видео. Не жакет подлиннее, а рукава подлиннее на 25 рядов после подреза. А у меня вышло только 22 ряда филейной сетки. То есть, вот эти три ялика я хочу добавить. Вот он мой жакетик лежит тут в моей проектной сумке. И я хочу еще о чем вам сказать? Хочу ответить на очень часто задаваемый вопрос в сегодняшнем видео. Вы постоянно спрашиваете о том, как у меня на все хватает время и на семью, и на работу, и на вязание. А напоминаю тех, кто со мной недавно. У меня многодетная семья, у меня четверо детей. Но поверьте, можно все успеть. И я с вами сейчас хочу поделиться секретом, как все-таки мне удается успевать. Это знаете, в чем первое дело? У меня есть вот такая вот проектная сумка. Я вам сейчас сюда такое видео небольшое поставлю. Как раз я в этом жакете с сумочкой прям все снимала буквально на ходу, как-то спонтанно. Меня подтолкнули комментарии, которые я читала к видео. В чем плюс имение такой проектной сумки? Это у вас все под рукой, вы не тратите лишнее время на сбор инструментов, еще чего-либо. На самом деле мы не обращаем на это внимания, но наше время в основном тратится на всякие мелочи. То есть нужно сходить, взять, принести, обратно унести, что-то прибрать, сложить на полку. А когда есть у вас вот такая сумка, у вас всегда все прибрано. То есть видите, у меня жакетик мой в ней лежит и он нигде не валяется. Это еще не готовая работа, потому что я жду моточек пряжи. Я все-таки сделаю рукавчики чуть подлиннее. Вы, кстати, напишите в комментариях, как считаете, нужно ли удлинить рукавчики или все-таки оставить вот такой. То есть удлинить я буквально вот его хотела на 3,5 сантиметра. В принципе, хотела сделать побольше. Ну и еще, конечно, я в прошлом влоге, когда показывала этот жакет, у меня была планка связана не просто белым, а жаккардом. Белым-серым, но серой мне пряжи не хватило, поэтому я сделала просто белый. Как вы думаете, стоит оставить так или жаккард? Еще я хотела сделать клапан на карман. Я, кстати, благодарю девочек, которые написали, как называется эта накладка. Попробовала сделать. Вот тут даже, это у меня остаток, кстати, пряжи лежит. Вот все, что осталось, я не знаю, тут 2 грамма, наверное. Вот, и как бы карман я думала связать белым, беленьким. Вот я даже связала такую накладочку. Но когда я сюда его прилавила, ну, ее точнее, эту накладочку, то мне показалось она лишним. Ну, вообще, они в тему как-то смотрятся, какая-то грубая. И поэтому я оставила карманы просто так. Вот как они есть. Ну, такая тень, да, намек на карманы. Не знаю, напишите ваше мнение, что думаете. В общем, я буду потихоньку делать мастер-класс. Буду ждать моточек пряжи от Ольги. Она, кстати, живет достаточно далеко от меня, от Акалининграда. Я живу в Флеменской области. Ну, думаю, в течение недели все равно придет. Я пока буду монтировать мастер-класс. Пока поснимаю все-таки видео его на мне. Пусть рукавчики будут чуть короче. И, в общем, понимаете, что вот это все лежит у меня в сумке. Мой проект. Вот, кстати, я еще в прошлый раз же говорила, что вяжу сумочку. Это к этому жакету в белом цвете. Я сейчас, кстати, вам еще видео поставлю, где я вот в жакетике. Ну, и пока с заготовкой сумки. Тут у меня пряжа лежит. Я уже, смотрите, связала саму основу сумочки. Да, вот такой, как вкладчик. И сейчас я вяжу, наверное, тоже клапан называется, как закрывашка. То есть, вот она у меня прямая. Да, будет здесь такая закрывашка. Я уже подобрала магнитные кнопки, подобрала ручку. Заказала все на Валберис. Тоже жду, скоро придет. И вот такая будет сумочка. Про узор я уже рассказывала к этой сумке. Это платочная вязка, выполненная крючком. Очень хорошо подошла к этому шнуру. Я попробовала несколько узоров и все-таки остановилась вот на этом узорчике. Очень крутой. Мне вообще нравится. Я вам сейчас поставлю фотографию этой сумочки. Заготовки крупным планом, чтобы вы разглядели узор. Он очень ровный. И самое классное в этом узоре, вот даже видите, вот связана заготовка, он не закручивает. Не закручиваются края. Узор ровный. Очень классно вот это. Вот так вблизи выглядит моя белая сумочка. Я уже связала для нее клапан. Еще пока не прятала кончики. Еще ее не парила. Теперь нужно дождаться, когда придут застежки, магниты и ручка. Мастер-класс на сумочке у меня платный, как я уже сказала. Они на платформе Бути. Я вам ссылочку оставлю в описании. Это удобнее для покупки, чем оплата через карту. К тому же, у меня буквально на днях был случай, когда у меня попросили мастер-класс платный. Я обычно продавала при переводе на карту Сбербанка. Мне сказали, что деньги перевели, даже скинули чек. Я смотрю номер счета, все мое, но вижу, что денег на карте нет. Но я отправила человеку мастер-класс в итоге, чтобы не делать какие-то скандалы. Но, по сути, уже прошло дня 4, а деньги мне так на карту и не пошли. Я так понимаю, человек просто нарисовал какой-то чек от Сбербанка из приложения и по факту никаких денег мне не перевел. Поэтому все свои мастер-классы я перевожу на платформу Бути, где вы уже сможете их купить, не связываясь со мной. То есть, сразу же нажали на кнопочку купить, перевели денежки и мастер-класс становится для вас доступным. Поэтому ссылочка на эту платформу будет в описании. У меня уже туда добавлено несколько мастер-классов платных, которые я делаю именно на разные сумки. И на вязанные, и на такие, которые я сшила. То есть, вот она моя сумка, которая сшитая для проектов. Ну и скоро появится мастер-класс, как я только доделаю, вот на эту белую сумочку. Вот сумочка. Все, видите, у меня все под рукой. У меня тут сумочки сразу и крючок лежит, и моток пряжи. То есть, я в любой момент что-то отвлеклась на один проект, на другой. У меня все здесь вместе. У меня даже, смотрите, еще здесь лежит пряжа. Потому что я планирую еще один проект. Даже не знаю, что это будет спицами или крючком, но, скорее всего, спицами. Потому что пряжи мало. Это папирус от Fibra Natura. И у меня осталась пряжа от джемпера. Может, это будет топ или какой-то жилет, я пока точно не решила. Ну, то есть, в любой момент, вдруг мне придет вдохновение, я сразу же могу все тут достать, попробовать и посмотреть. Решила сделать такое небольшое включение уже на этапе монтажа просто самого влога. Я вам показывала пряжу папирус, то, что хочу из нее что-то попробовать вязать. И начала делать образцы. Пряжи немного, поэтому хотела добавить какие-то ажуры, но они все смотрятся как-то грубо. И тут, смотрите, я нашла у меня такая есть ниточка. Тоненький хлопок, это кировская пряжа. И я решила вот таким образом поочередовать. У меня есть уже мастер-класс на такой узор, как он вяжется из двух пряж. И мне очень понравилось, как смотрится, такая сочность добавляется. Очень красиво. Поэтому будет у нас на лето топ вот таким вот узором. Крутым. По лицевой стороне он вот так выглядит. Тоже, кстати, интересно, но мне у этого узора больше нравится изнанка. Пишите в комментариях, кстати, что вам больше нравится, лицо или изнанка. В общем, будем вязать такой топ или может даже как жилет он больше будет. И в таком случае пряжи нам, конечно же, хватит. То есть, грубо говоря, благодаря вот этой тоненькой зеленой яркой ниточке у меня пряжи будет расходоваться в два раза меньше. И моих 170 грамм точно хватит. Конечно же, у меня еще здесь всегда лежит карандаш и записная книжка. Все с собой, если что, что-то записать. И обязательно у меня всегда с собой лежат укороченные спицы. Я уже вам о них рассказывала. Это укороченные бамбуковые спицы на силиконовом тросике. Очень бюджетные спицы. 18 пар спиц стоят порядка 300 рублей. Я вам ссылку оставлю на Алиэкспресс. Заказывала, пользуюсь ими уже 2 года будет, наверное, в мае. Ну, не в мае, в конце лета где-то. Я их потому что получила, что так заказывала. Сначала заказала у одного продавца. И они не пришли, ну, что мне просто вернули деньги. Я потом заказала у второго продавца. И они, ну, пока туда-сюда, где-то уже в конце лета ко мне подошли вот эти спицы. Здесь, видите, у меня такая коробочка прям лежит. Здесь у меня и сантиметр. Еще есть стирательная резинка. Здесь и дополнительно ножницы лежат. Все, что может понадобиться. То есть, все под рукой. Вот в такой сумке. А, я же вам еще не сказала, кстати, эту сумку. Я разрабатывала сама шила. Сама, учитывая свои какие-то потребности и особенности. У меня на нее есть мастер-класс в формате PDF. Если кого заинтересует стоимость такого мастер-класса на сумочку 200 рублей в формате PDF, то есть, все выкройки, все, как разложить эти выкройки на ткани, все, все есть. Как, что сшивать. Причем, я абсолютно не профессиональная шивья. У меня все получилось. Я, знаете, что максимум, что шью. Ну, например, могу шторы подшить по длине или джинсы. То есть, что-то совершенно не сложно. Какие-то ровные прямые строчки. Внутри этой сумки у меня куча карманов. Смотрите, вот здесь даже такие есть дырочки у меня. Видите, просто присоединены маркеры, булавка. То есть, все всегда под рукой. Я сейчас сумка двухсторонняя, кстати. То есть, если вы будете шить такую сумочку, вам не нужен будет оверлок. То есть, вот видите, я вывернула ее на изнаночную сторону. И здесь очень-очень много карманов. То есть, у меня здесь все лежит. Вот здесь вот всегда у меня так помечено, где висят маркеры. Значит, в том карманчике лежат ножницы. А рядышком я кладу крючки. Вот несколько крючков у меня лежат. Вот такие мои ходовые. Тройка, тройка с половиной, четверка. То есть, всегда что-то надо где-то петельку поднять или где-то я крючком вяжу. Петли часто я набираю крючком. То есть, использую имитацию итальянского набора. Это очень удобно. Можно носить сумку и карманчиками наружу. Но знаете, почему я перестала носить карманами наружу? Потому что я часто беру эту сумку куда-то с собой. И здесь из карманов может что-то просто-напросто у вас выпасть. Поэтому я ее сейчас ношу наоборот карманами вовнутрь. И я уже знаю, что у меня ничего не выпадет. Она очень хорошо так закрывается на кулиску. И у нее удобная еще и ручка вот такая с кольцом. Так вот фиксируем. Кстати, я это кольцо взяла просто от шторной гардины. Знаете, такие есть шторы с кольцами. Очень круто. Основной свой набор спиц я уже про него рассказывала. Такой у меня набор спиц я с собой не беру. Он у меня лежит при кроватной тумбочке. То есть, в основном, если мне нужны какие-то спицы, мне вот в этих вот укороченных хватает. Хотя сумка проектная достаточно большая. Но этот набор сюда не очень-то помещается. Чуть-чуть сумка маловатая. Да, и к тому же он тяжелый. И вот такую всю мелочевку, то, что мне может понадобиться, я вот так вот ношу с собой. То есть, если я что-то вяжу на спицах, допустим, у меня сейчас вот оба проекта крючком. Если я вяжу на спицах, то у меня тут лежат спицы, вот которыми я вяжу. Потому что обычно требуются 2-3 пары для вязания проекта. То есть, там набор на экране одни спицы, резинка вторые спицы, основное полотно третье. Я всегда сюда в кармашке, которых у меня тут очень много. Я кладу спицы, и у меня всегда все под рукой, все с собой. И еще знаете, что? Вот эти карманчики, кстати, мне замещают моталку для пряжи. То есть, или она может не моталка называется, но знаете, вот такой штырек туда надевают моток пряжи. Или бобинку ставят и разматывают. А я обычно в карманчик кладу моток пряжи, достаю из центра нити. У меня моток пряжи лежит в карманчике. И я спокойно вяжу либо крючком, либо спицами. То есть, у меня моток по всему периметру вокруг меня не скачет. А лежит в карманчике и потихоньку разматывается. Это, кстати, очень мне помогло, когда я вязала из махера вещи, потому что все-таки махер при вязании лезет. Когда вяжешь пухом норки, он тоже лезет при вязании. И вокруг меня никогда нету большого количества мусора, потому что весь этот мусор скапливается в карманчике. Поэтому оттуда очень удобно накатанным комочком взять и убрать. Поэтому, девчонки, рассказываю, что вот такая вот вещь простая, сшитая из обычной ткани, это рогожка. Тоже заказывала рогожку на Валперис. Это очень экономит время. То есть, вокруг вас всегда порядок. И все, что нужно, всегда лежит под рукой. Поэтому пользуйтесь таким способом. Приобретайте себе проектные сумки. Желательно большие, чтобы у вас все туда входило. Особенно, если вы много вяжете, когда у вас может быть несколько проектов. Вы, допустим, блогер или вы вяжете на заказ. Или, может, для семьи, для детей, для внуков много вяжете. Очень удобно, когда лежит все в сумке. Очень удобно, если вы куда-то собрались ехать, допустим. Что можно повязать в дороге, повязать в гостях, где вы будете. Допустим, если с ночевой. У вас всегда все с собой. И вы аккуратненько. Когда повязали, вокруг вас ничего не валяется. То есть, все аккуратно в сумке. Все прибрано. И все всегда под рукой. И вы очень быстрые и мобильные. Если куда-то собираетесь, раз, сумочку схватили. И у вас все с собой. Вы ничего не забыли. Это очень удобно. Я, кстати, иногда, когда беру с собой эту сумку вязальную, туда я еще так что-то кладу какие-то вещи. Потому что она, я говорю, достаточно большая, вместительная. И я ее вязала именно с учетом своих потребностей. Я рассчитывала, знаете, как ее размер, чтобы туда влезло. И даже плечевое изделие какое-то. Допустим, я буду взять кардиганы с толстой пряжей. Чтобы все туда помещалось и было очень-очень удобно. Такая сумка, поверьте, моему слову, экономит очень много времени. Когда не нужно, я говорю, для себя что-то готовить. Вот вы сели повязать. Все, я просто сумку взяла, села на диван и сижу, работаю. И, допустим, убирать мне надо. Я вязала, раз сумку положила, кулисочку затянула. Сумочка аккуратно стоит на диване и вокруг как бы чисто. И порядок, и все. И дети ничего там не треплют, туда не лезут. Особенно, если, знаете, у вас есть, допустим, кот или собака. Ну, то есть, какие-то домашние животные. То есть, они тоже не залезут, не покусают, не потрепят ваше вязание. Особенно, знаете, когда кошечки так свои коготки точат, могут оставлять зацепки. Или еще там что-то. Не дай бог туалет сходить мягонькая. В общем, пользуйтесь таким лайфхаком. Это очень классно. Сумка вас всегда выручит. Вас всегда выручит то, что у вас все под руками. Вот это такой получился ответ на часто задаваемый вопрос. Я думаю, наверное, стоит сделать такую рубрику с ответами на часто задаваемые вопросы. Буду посвящать их каким-то интересным моментам. С вами делиться своим опытом. Я так понимаю, что вам это интересно, учитывая количество комментариев с этим вопросом о том, как я все успеваю. Надеюсь, вам это видео понравилось. Не забывайте подписываться на канал, потому что скоро будет мастер-класс по жакетам. Он будет в бесплатном доступе. И вы не должны пропустить просто это видео и связать себе такой же жакет. Всем удачи. Всем до скорых встреч. Всех целую. Обнимаю. Пока.